Африка Знаете, друзья, Африка для нас континент совершенно неизведанный, незнакомый континент. И поэтому всякие вещи, подарочки из Африки, вы сторонитесь привозить оттуда подарки, о которых вы не понимаете и не знаете ничего. Вот, допустим, есть деревянные маски, которые в Африке, и деревянные скульптурки, разные статуэтки продаются, о которых вы, в принципе, ничего не знаете. Но они могут быть опасны, друзья. Как-то мой муж из Кении привез такую маску и несколько еще статуэток. И вот я каким-то своим чутьем, я выбрала две статуэтки и маску и отнесла их на помойку. И после этого у нас прошло то дело, о котором мы, в общем-то, мечтали много времени, потому что мы хотели свою квартиру в Черемушках поменять на другую квартиру. Ну и сколько мы не бились. Вот, вот, вот оно, вот. Уже ехали оформлять документы и в последний момент что-то сорвалось. А так как я выбросила эти маски, то квартиру нам просто дали бесплатно на Кутузовском проспекте, дом 27. Нам дали такую квартиру от Министерства иностранных дел. Ну а свою, естественно, ту самую мы сдали фонд того самого Министерства иностранных дел. Вот так бывает с этими самыми масками деревянными, но и также с деревянными скульптурками, фигурками. Со знаменитыми деревянными африканскими масками ситуация гораздо сложнее. Некоторые товарищи, прикоснувшись с таким сувениром, обжигали себе руки. Другие того хуже, повесив маску у себя в квартире или офисе, серьезно заболевали. Часто вдоль гостиничной ограды собираются желающие продать свои сувениры. Сначала заламывают баснословные цены, потом торгуются. А иногда могут обменять их на кусок мыла из гостиничного номера или предложить забрать их даром. Таких предложений следует остерегаться. Сувениры лучше покупать в лавках, при гостиницах или торговых центрах. Там они освещены специальными, снимающими плохую энергетику ритуалами африканских колдунов. Колдуны в своих обрядах используют особую природную ртуть. Под воздействием заклинаний и паров этой ртути колдун и его пациент на несколько сантиметров оторвались от земли. И когда же секунд через 10 оба наконец опустились, больной, не подававший до этого никаких признаков жизни, встал и пошел домой на своих двоих. Вообще Африка это неожиданная и страна с большими чудесами. Например, там люди любят иногда ходить в белых одеждах. И они эти одежды каким-то образом не пачкают. И женщины там большие модницы с различными прическами на голове. Потому что волосы у африканок, конечно, очень интересные, густые, вьющиеся или более прямые. Но во всяком случае можно сделать все, что угодно. Говорят даже, что в деревнях десятки пар занимаются сексом прямо на улице. И никого из жителей это не смущает. А что же касается колдунов, друзья? Ну, колдуны, это, конечно, интересная тема. Это вудисты, это колдуны вуду. И не только вуду, это мы только знаем, что это вуду. На самом деле там различные другие колдовства, о которых белый человек ничего практически не знает. Белому человеку в Африке живется тяжело. Хотя и африканцы-то, в общем-то, они же бедствуют. Они так спокойно не живут хорошо, как нам кажется. Но колдуны в Африке должны показывать, что они колдуны. Если ты не колдун, но называешь себя колдуном, то тебя просто забьют камнями. Поэтому только вот среди белых людей возможно назвать себя колдуном, назвать себя шаманом, но при этом ничем не доказать этот свой дар от богов. И таким образом люди, белые люди верят и несут деньги и шаманам, и колдунам, которые только в кавычках колдуны. На самом деле они мало что умеют. Если бы у нас были такие законы, как в Африке, не смог, не показал, значит ты или просто отойди в сторонку и живи своей обычной жизнью. Но школе ты назвался груздем, то полезай в кузовок. То есть будь добр, отвечай за свои слова. Денег просто так не дадут брать, как это делается в России, как это делают и в других странах. Но в России, пожалуй, больше всего шаманов и колдунов и колдуни, которые не умеют ни колдовать, ни комлать по-шамански, все же берут за свои действия какие-то деньги. А некоторые даже устраивают для лохов посвящения, какие-то посвящения при помощи каких-то славянских богов, что меня, конечно, очень удивляет. Если бы вот так отвечали за свои слова, если бы хоть какой-то предмет могли наши колдуны, шаманы, заколдовать так, чтобы вот как маска африканская висела в офисе и издавала и звучала негатив на разрушение, ну может быть, конечно, тогда бы наши шаманы чего-то бы стоили. Я не говорю, что у нас нет шаманов, друзья. У нас есть прекрасные шаманы, у нас есть прекрасные колдуны. Но самые настоящие на власть не работают, потому что власть показала свое плохое отношение к таким людям, награжденным дарами богов. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан. Помогайте каналу, если вы хотите узнать больше и услышать больше о колдунах, о шаманах, об их действиях и о том, как проводятся ритуалы. И я же не буду вам просто так рассказывать. Мне это тоже неинтересно, как проводятся настоящие ритуалы. У меня есть, скажем, вот один ритуал. Если ваш муж вдруг загулял, его нужно разлучить с его любовницей. Есть один прекрасный ритуал, но который, конечно, я просто так никому не отдам. Друзья, обращайтесь в почту, я вам напишу, что это значит для меня. Бесплатно я не отдаю ритуалы. Я тоже хочу, чтобы они мне приносили деньги. Ритуал действует безотказно. Если у вас муж загулял, никаких кровавых ритуалов я не делаю. Я вообще не признаю кровь, друзья. Я не люблю кровь. Не признаю, не люблю всяких дохлых тел, всяких дохлых мышек и бабочек и тараканов. Я просто знаю другие ритуалы, но которые действуют безотказно. Итак, если у вас вдруг загулял муж, его нужно разлучить с его любовницей, пишите мне. Я вам сообщу тот самый ритуал, который будет действовать безотказно. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.